Добрый вечер, в эфире «Весец Карачаева-Черкесия», в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь. Таким запомнил Саджи Шербек Узденов. Депутата Государственной Думы не стало в воскресенье. Каким был 2022 год в самом оградном районе Карачаева-Черкесии, глава муниципального образования Ахмат Семенов отчитался о проделанной работе. Двойное убийство в ауле Верхняя Тиберда. Следственный комитет Карачаева-Черкесии расследует преступление. Кто и за что убил двух родных братьев? Антифашистский пикет в поддержку специальной военной операции на Украине, организованной региональным отделением КПРФ, прошел в городах и районах. Начинаем выпуск с печальной новости. На 1957 году ушел из жизни депутат Государственной Думы от Карачаева-Черкесии Дешербек Узденов. Глава республики Рашид Тимрезов выразил слова соболезнования родным и близким членам Комитета Нижней Палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы. Он отметил, что Дешербек Узденов был надежным товарищем, общественным деятелем, человеком, который искренне любил свою родную землю. За свой недолгий жизненный путь Дешербек Борисович успел очень многое сделать для родной республики и России в целом. Благодаря его профессионализму, умению видеть главное таланту руководителя и организатора, им были воплощены в жизнь многие значимые проекты в сфере защиты окружающей среды и экологии. Сегодня в Черкесске с Дешербеком Узденовым простились родственники, друзья и коллеги. О профессиональном пути общественного деятеля, патриота и мецената-интернационалиста Артур Мхцы. Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Дешербек Борисович Узденов. Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовы прийти на помощь. Таким мы его запомним. Эти слова принадлежат лидеру фракции «Единой России» в Госдуме Владимиру Васильеву и были опубликованы пресс-службой партии в минувшее воскресенье. Джошарбек Узденов родился в 1967 году в ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района. В середине 80-х годов прошлого века трудился на производственном участке колхоза «Октябрь». Затем в течение двух лет служил в Афганистане. В начале 90-х окончил Ростовский институт народного хозяйства. В 2009-м стал депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии. Спустя четыре года возглавил сперва региональное управление охраной окружающей среды и водных ресурсов, а затем в 2020-м новое профильное министерство. Через год во время очередных выборов депутатов Государственной Думы был избран от партии «Единая Россия» в Нижнюю палату Федерального собрания. За годы профессиональной деятельности заслужил непререкаемый авторитет и уважение всех, с кем трудился бок о бок. Я могу сказать, что даже во время предвыборной кампании, когда я с ним ездил по районам, для меня было удивительно, что куда бы мы ни приезжали, люди вставали не для того, чтобы задать ему вопросы, а просто поблагодарить его за то, что он для них сделал. Он действительно делал очень много для людей. И каждый раз, когда он был здесь, когда мы с ним созванивались, он все время задавал один и тот же вопрос, что мы для кого можем сделать. Я скажу, что он тоже был действительно по-настоящему народным депутатом. Трудно найти в Карачае-Черкесии социальное учреждение, будь то школа, детский сад или больница, которому он не помог бы за время своей работы на различных должностях. Кроме того, Джошарбек Узденов всегда был в курсе того, что происходило в родном ауле Кызыл-Октябрь. Помогал сельчанам, чем только возможно. Основным регулятором его поведения всю жизнь были долг, честь, достоинство, преданность к своей родине. Он с юности еще, со службы в Афганистане, показал себя, наверное, одним из лучших людей своего поколения. Сегодня, какие бы мы слова не нашли бы, как бы не был велик и богат русский язык, он все равно будет недостаточен обрисовать, охарактеризовать этого достойного человека своего отечества. Жизнь и деятельность Джошарбека Борисовича Узденова – достойный пример для подражания подрастающему поколению. Память о нем сохранится в сердцах его современников навечно. Артур Мхцеллибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и делегации республики с официальным визитом посетили Китайскую Народную Республику, провинцию Гуан-Дум. Руководитель региона в Генеральном консульстве России встретился с генеральным консулом Александром Черноусовым. Рашид Тимрезов поблагодарил консула за содействие в организации визита, основная цель которого – расширение взаимодействия Карачаево-Черкесии с китайскими предпринимателями в области автомобилестроения, сельского хозяйства, туризма и обсуждение возможных направлений взаимовыгодного сотрудничества Карачаево-Черкесии с китайскими партнерами. Также в рамках визита состоялась встреча с бизнесом провинции Гуан-Дун, производителями строительной и сельхозтехники, автомобилей и канатных дорог и представителями научно-исследовательского института, руководителем торгово-промышленной палаты региона. В ходе встречи Рашид Тимрезов и Мурат Аргунов презентовали экономический инвестиционный потенциал республики, которая уже имеет сложившийся опыт и взаимодействие с производителями из Китая. По итогам встречи был достигнут ряд договоренностей с представителями бизнеса, которые позволят расширить наше взаимодействие. Договорились с представителями китайского бизнеса торгово-промышленной палаты провинции Гуан-Дун провести в Карачаево-Черкесии выставку, ярмарку, оборудование и технологии в целях укрепления взаимодействия российско-китайского бизнеса. Финансирование масштабных проектов, малый и средний бизнес, сельское хозяйство – эти и другие темы озвучил в своем докладе глава Прикубанского района Ахмат Семенов. Он отчитался о проделанной работе за прошедший год и рассказал о планах на текущий. Подробнее расскажет Олеся Меликаева. Свой отчет глава начал с проведения специальной военной операции, а именно отметил конкретные дела людей, готовых помочь тем, кто нуждается. Ахмат Семенов поблагодарил всех, в том числе присутствующих в зале, за оказанную поддержку жителям Донецка и Луганских республик, военным и членам их семей. При Прикубанском районе работает штаб взаимопомощи «Мы вместе». Далее глава рассказал о достижениях в разных направлениях. Бюджет 2022 года имел четкую социальную направленность. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то здесь продолжили разработку и реализацию антикризисных мер на поддержку данного направления. Доминирующая отрасль района – сельское хозяйство. Работают 20 коллективных сельхозпредприятий, 56 фермерских хозяйств, около 8 тысяч подсобных. Неплохая была и урожайность. Высокие показатели и у свекловодов, отметил глава. В докладе он затронул и жилищно-коммунальное хозяйство. Одна из главных проблем – водоснабжение. Самое главное в районе что? Сезонные большие проблемы с водой. Нам надо кровь из носу при помощи правительства, главы республики. Нам надо ситуацию лучше поменять. По линии здравоохранения у нас планы хорошие. Практически у нас, за исключением трех сел, везде есть фельдшерские пункты. На 2023 год у нас будет строить уже началось в Пристани, Величевске и Пригородном. И в этом году мы уже полностью закрываем потребность района фельдшерских пунктов. Также Ахмат Семенов говорил о качестве дорог, их ремонте и содержании. Проблема есть, но тем не менее были обновлены 17 пешеходных переходов, ведущих к дошкольным и общеобразовательным учреждениям. Сделан и капитальный ремонт дорог. Остается вопрос благоустройства территории. Красивый и чистый поселок – это заслуга жителей, сказал глава. Чисто во дворе, чисто на улице, чисто поселок – это уже залог всеобщей чистоты. Так что давайте все вместе еще раз возьмемся. Мы со стороны еженедельно будем выходить. Давайте общим районом, если встанем, я думаю, ситуацию поменяем. За плодотворное сотрудничество и большой вклад в становление и социально-экономическое развитие Прикубанского района был награжден первый заместитель председателя народного собрания Дагир Смакуев. За достигнутые успехи почетные грамоты вручили учителям, социальным работникам и многим другим представителям профессии. Одна из награжденных работник соцзащиты – Светлана Аджиева. Лично занимаюсь льготами. Мы льготы назначаем труженикам, ветеранам труда, ветеранам боевых действий, реабилитированным, инвалидам. К нам обращаются разные категории людей. Мы стараемся помочь, чем можем. По словам Ахмата Семенова, уходящий год был непростым. Немало сделано, но и есть и нерешенные задачи. Совместными усилиями с депутатами, жителями мы продолжим начатый проект и воплотим смелые идеи для развития Прикубанского района. Олеся Меликаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь-гроза, ночью в отдельных районах сильный дождь. Ветер западный – 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 4, плюс 9, в горах местами минус 1, плюс 4, днем плюс 16 тепла, в горах местами плюс 4, плюс 9. В Черкесии кратковременный дождь, ночью гроза. Ветер западный – 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 7, плюс 9, днем плюс 13, 15 тепла. Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. В Кисловодском цирке с 29 апреля оживают мифы Древней Греции. Арена цирка превратится в бескрайнее море. Фонтаны, морские котики, лазерное шоу, живой вокал – все это цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Карачаевский» проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания подозреваемого в убийстве двух братьев в ауле «Верхняя Тиберда». 23 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что в 15.00 возле подвесного моста в ауле «Верхняя Тиберда» были обнаружены тела двух братьев с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, в убийстве причастен родственник погибших. Мотивом послужил имущественный конфликт. Сотрудники МВД совместно с региональным следственным управлением Следственного комитета работали на месте происшествия. Сейчас оперативниками проводятся оперативно-розыскные мероприятия, и направлены на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления. По данному факту, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пункта А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России «Убийство двух лиц». В Черкесске прошел антифашистский пикет в поддержку специальной военной операции на Украине, организованной региональным отделением Коммунистического партии Российской Федерации. Также в день рождения Владимира Ленина коммунисты объехали памятники вождю мирового пролетариата в Черкесске и возложили цветы. Подробности у Алибаташева. Точка сбора – памятник Ленину в районе ЖД и автовокзала Черкеска. Раиса Погребнякова пришла пораньше, когда активисты разворачивали флаги, готовили транспаранты к предстоящему антифашистскому пикету. «Считаю, что мы должны всем миром, всей страной помочь нашим славным ребятам, которые защищают наши границы, защищают настоящих граждан Украины. Мы всегда были в дружбе. Ну, думаю и уверена, что дружба между народами нашими восстановится». Участники пикета приурочили акцию к Международному антифашистскому форуму в городе Минске и дню рождения Владимира Ленина. Вскоре площадь заолела красными флагами и множеством транспарантов, которые держали в руках коммунисты. Участники призывали освободить Братскую Украину от фашистской проказы и выражали свою поддержку СВО. «Сейчас в нашей Братской соседской Украине, которая была составной частью великого государства СССР, происходят вот такие действия – насилие фашизма, нацизма. Увидим эти молодые люди, которые напрочь забыли историческое свое прошлое. Вы прекрасно знаете, сейчас, грубо говоря, американцы со своей идеологией, когда вошли на Украину, первым делом что они сказали? Они сказали рушить памятники Ленину, чтобы разорвать ту связь, которая была крепкая во время Советской Союзы между русским и украинским народом. Сюда надо добавить и белорусский народ». Затем участники акции объехали пять памятников Ленину в республиканской столице возложили к ним венки и цветы. Особенно торжественно это проходило на площади Ленина, где перед возложением состоялась торжественная церемония вручения партийных и комсомольских билетов, а также наград отличившимся членам партии. Мероприятия, посвященные 153-й годовщине со дня рождения вождя мирового пролетариата, прошли также в Прикубанском, Зеленчукском и других районах республики. Али Баташев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Дорога к счастью». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнали Симон.